Это разбор полёта, проведут передачу Андрея Ежов и Станислав Ключков, и в гостях у нас сегодня Игорь Губерман. Здрасте. Здрасте, пожалуйста. Каким было самым непростым, самое трудное решение в вашей жизни, что было самым непростым? Знаете, меня когда везли в лагерь, то со мной ехал очень симпатичный мужик на какое-то переследствие, уголовник профессиональный. И он говорит, Миронович, ты хороший мужик, ты в лагере будешь жить хорошо. Он сказал совершенно по-другому, но я уже не буду раздражать Государственную Думу. Но говорит только одно, если ты перестань говорить спасибо, пожалуйста, потому что если ты будешь говорить, это меня раздражает, в лагере не доедешь. А как раз тут пришла моя очередь спать. На скупе ехало 22 человека. Мы спали по очереди. И я не мог заснуть, я всё думал, вот, как мне поступить. И решил, вот я слез, страшно было. Слез, когда я ему сказал, подвиньтесь, пожалуйста. Он меня так остро глянул, и всё кончилось. Он всё это принял, и всё было хорошо. Я всё-таки помню это по ощущению страха. А так, в общем, каких-то острых у меня больше и не было никаких. Ну вот многие называют, допустим, из наших гостей называли эмиграцию, таким непростым шагом. Вот в вашем конкретном случае это было скорее каким-то логичным решением, на котором... Вы знаете, мне очень помогла советская власть. Я очень благодарен за то, что меня посадили. Было очень интересно. И очень помогла, потому что в самый разгар законности и прав человека, в конце 87-го года, нас с женой вызвали Вавир, и чиновница, очень красивая, кстати, до сих пор помню, сказала слова, замечательные для эпохи законности. Она сказала, что Министерство внутренних дел приняло решение о вашем выезде. То есть тут раздумывать не приходилось, и принимать решение. О чем вы говорите, да. Давайте хронологически, наверное, пойдем. Вы родились в Харькове, но уже, я знаю, спустя считанные дни жили в Москве. Как так получилось, что это такая биографическая история? Ну, вы знаете, это очень просто. Моя мама поехала в Харьков якобы к своей матери, чтобы втайне от отца сделать мне обрезание. Поэтому я 8 дней прожил в Харькове, после чего мне сделали обрезание, на 9-й я уехал на Украину, но гордится как уроженцем. Это мне уже несколько раз говорили на Украине. Хиба, что не бачишь, хлопец ты нашинский. Ну, а вся вот эта тема еврейства в вашей жизни, она важна? Очень. Очень. Вы знаете, она была мне важна еще задолго до того, как я уехал. А как это произошло? Вы знаете, я в 59-м году, я был инженер-наладчиком, много лет работал, и я вдруг обнаружил, что налаживают 9-ю турбину на Волгоградской ГЭС, вот где я работал, 15 человек, из которых 14 евреи. И они, вы знаете, каком-то, что были отменными инженерами, я-то плохой был инженер всегда, вот, они совершенно не исчезняли своего еврейства, они подшучивали над этим, они расставили какие-то еврейские анекдоты, и меня поразила эта свобода. И вот я с тех пор ощутил в себе еврея. Я, вы знаете, просто даже не знал, что с этим делать. Я взял русских классиков, стихи, я их очень люблю, русских классиков, и я их населил евреями, и получился сборник стихов большой, он называется «Обгусевшие лебеди». Вот с тех пор я себя ощущаю евреем. Вы дворостоличное детство поэта, вы это как-то засели в памяти, вот, образ, картинка, которая возникает? Вы знаете, пожалуй, нет. Мне было тогда пять лет, на год мы уехали в Челябинск, потому что эвакуировался вагон-завод, на котором работал мой отец. Поэтому вот главное, что я помню, пожалуй, знаете, раз в месяц отцу выдавали ватку шоколада, и мать эту плитку меняла на буханку хлеба. А так я при этом присутствовал, то я помню острая жалость от расставания с возможным шоколадом. И больше, пожалуй, ничего. А уже потом Москва, уже просто тогда я больше помню. А так я, естественно, не помню ничего. В отличие от Льва Толстого, который помнит, как его купали в младенчестве, но он на то и Лев Толстой. А вы один ребенок в семье были? Нет, у меня был старший брат, он очень знаменитый человек, он академик был, недавно умер. Вы знаете, в каждой семье должен быть один порядочный человек. У меня это старший брат. Знаете, он пробурил первую в мире скважину глубиной в 12,5 километров на Кольском полуострове. Кольская сверхглубокая. Да, совершенно верно. Это первое в мире, вы знаете, и последнее. Единственное, не американцы, не немцы, чем он еще бурил, на советском оборудовании. Представляете себе? Это энтузиазм. Сейчас все это снесли, потому что нет денег, это была чисто научная скважина. И на ее месте, там, где начинается скважина, на земле лежит большое лишь железо. Все. Все остальное разгромлено, разбито. Там, где были их службы, там бомжи живут. Я думаю, что он и умер от огорчения, потому что 35 лет он этому посвятил. А у вас после школы началась какая-то иная, в таком мировоззренческом смысле, история. И переизменились, как вы сами сказали. Нет, вы знаете, я с порядочными людьми встретился уже после института. Поэтому я созрел, как антисоветчик, очень поздно. Кем-то я даже был, комсоргом, по-моему, я сейчас не помню. Вот. Абсолютно был темный человек. Занимался всем, что пристойно молодости. До сих пор приятно вспомнить. Вот. А потом я посвящал очень хороших людей. Это очень ныне известные фамилии. Ну, например, священника Глеба Якунина, Пинского Леонида Ефимовича, литературоведа, ну и всяких других. Толию Капсона, гениального педагога совершенно, прекрасного литератора. А что такое порядочный человек? Все порядочные люди имеют что-то общего между собой? Или каждый порядочен по-своему? Это сложный такой экзистенциальный вопрос. Я думаю, что порядочный, каждый человек порядочен по-своему, но с точки зрения мировоззрения, куча порядочных людей едины. И поэтому, когда встречаешь человека с вот таким мировоззрением, ну, как у Пинского, как у Глеба Якунина, то невольно ощущаешь радость, потому что есть точно такие же люди и другие. Что вас радует в сегодняшней русской жизни? И может быть, что удручает, потому что вы приехали недавно, вот, в свежем взгляде. Вы знаете, я очень ждал этого вопроса, спасибо большое. Я, вы знаете, обязательно хочу сегодня сказать, что сейчас в России происходит чудовищный судебный процесс. Ну, знаете, я ведь со стороны наблюдаю за Россией, и до сих пор страну это люблю, и пуповина у меня не перерезана. Мне дико смешно читать и слышать про Поклонскую. Очень мне странно, что до сих пор они забрали в психушку, потому что чисто психиатрическая штука. Мне очень больно, когда я вот смотрю даже по телевизору, как закапывают продукты, потому что это, вы знаете, это не только бесчеловечно и безбожно, это еще некое преступление. Вот даже когда я сидел в лагере, знаете, когда начальство перехватывало незаконные передачи для зэков, то они водку они выпивали сами, а всю еду они отдавали в больничку, потому что больным нужны витамины. Все эти тонны сыра и всяких прочих продуктов, гусей, надо было не закапывать, что дикое преступление против Бога, повторяю, а раздать в дома для престарелых, в детские приюты. Ну, масса есть мест, где люди недоедают или едят плохо. Вот это меня расстаивает, но самое главное, я вернусь в Петрозаводск. Вы знаете, там сейчас судят святого человека, подвижника, историка Юлия Алексеевича Дмитриева. Вы знаете, этот человек уже 30 лет копает всякие захоронения невинно убитых в Карелии. Он книжку про это выпустил. Вот, например, только, я не помню название этого огромного кладбища, полигона, на котором говорили, Самаркох, что-то такое, Самардох, там убито 10 тысяч человек приблизительно. Он откопал их, они похоронены сегодня. 7,5 тысяч из них, он восстановил их фамилии и имена по архивам, которые мы допускали в 90-е годы. И сколько людей он осчастливил тем, что они теперь знают, где похоронены их близкие, хотя бы. Он раскапывал эти же такие же захоронения на Секирке, в знаменитом расстрельном месте в Соловках. Он всего по Карелии раскопал 30 тысяч останков людей. Представляете? Теперь его судят, сейчас вам скажу, за чушь собачью. Почему молчит церковь? Ведь на самом деле он поставил кресты, то есть дал право верующим христианам вернуться в Царство Божие нескольким тысячам настоящих христиан. Церковь молчит. Все молчат. Какая-то тишина. Теперь о его обвинении, ну это просто смешно. Вы знаете, у него приемная дочь, ей лет 13, наверное. Его обвиняют в порнографии. В том, что он якобы в компьютере содержал и распространял ее фотографии в умноженном виде. Все эти фотографии, несколько десятков, им сделаны для того, чтобы смотрела комиссия, которая раз в год наблюдает за приемными детьми. В каком они физическом состоянии. Вот для этого он ее фотографировал. Об этой истории, да, я просто слушателям нашим напомню. В эфире своей программы «Суть событий» рассказывал, по-моему, Сергей Пархулагов. Ну, сейчас его просто судят. Вот прямо сегодня, понимаете. И это эксперт, который написал, что это порнография, он мерзавец, сволочь, а главное невежда. Он не знает в наше время, что такое порнография. Кто-то написал анонимность доноса, обратите внимание. У меня есть подозрение, что это написал кто-то, чей отец или дедушка был палачом. А он беспокоился, что дойдет имя и до его фамилии, до фамилии его отца или деда. Кстати, совершенно напрасно, потому что где-то в 60-е годы спокойно в своей постели умер генерал-лейтенант Блохин. Весь обвешанный орденами. Он убил, лечно расстрелял 20 тысяч человек. Это по его расчетам, они не преувеличенные. Так что зря боялся этот человек, который анонимно написал донос. И, естественно, людей, начальство какое-то, думаю, что ФСБшное, в Петрозаводске дико раздражала его деятельность. У Галича, помните, есть замечательные слова. Он чудак копал, что ни попадя, и на полный срок в лагеря попал, что ты жену его и мать, чтобы знала, что закаянно нашу родину с под низа копать. Вот он копал, и он всех этим раздражал. Он святой подвижник, кроме того, что вот он историк. Это потрясающе. И знаете, что самое главное? Это настоящий российский патриот. Потому что он своей деятельностью, он возвращал, он напоминал Россию о ее прошлом. А страна, которая о прошлом забыла и его не осознает, она лишена будущего. Это сказало множество одновременно умных людей еще в прошлом и позапрошлом веке. Он настоящий патриот. Думаю, что один из самых подлинных, которые сегодня в России есть, в отличие от официальных патриотов. Вы знаете, о патриотизме сказал то ли Вяземский, то ли Чаадаев, то ли какой-то философ. Я сейчас точно не помню. Но он сказал, что патриотизм – это интимное, очень скрытое, горячее чувство. Патриотизм, который выставляется наружу, мы знаем сегодня ему цену. И, к слову, вот это ужасно страшно. Вы меня спросили про Россию и что я чувствую. Вот сейчас я чувствую боль, дикий стыд и бессилие. Бессилие. Бессилие вот это вот такое, ну ничего с этим не поделаешь. Вот тут Таня, наша слушательница из Москвы, задает вам вопрос. А какой слоган у современной российской действительности? Вот так, если емко. Я думаю, что главный девиз – выжить, по возможности не запачкавшись. Это девиз хороших людей. А у плохих людей, которых немалотожные, у них есть какие-то... Тоже хочется выжить, и тоже не очень хочется пачкаться, ведь понятие плохой человек, оно такое сложное и неоднозначное. Вот чиновники, они плохие люди или нет, но они никуда не могут деваться, потому что, когда лезешь по этой лестнице чиновной, то ты все время нагнувшись и выпрямляться уже нету ни сил, а потом уже и желания нету. Вот вы говорите, родители наставили, чтобы была профессия, которая будет кормить. Вы получили эту профессию, и до какого срока она вас кормила, и в какой момент стихи, может быть, стали приносить копеечку? Нет, стихи совсем поздно стали приносить. Я стихи писал лет 25, наверное, ну, лет через 10 они стали ходить в сам издате, но стихи мне стали приносить доход какой-то уже когда я уехал, потому что уже в это время была свобода, как бы в России ненадолго, как мы знаем, и уже стали печататься мои книжки, и были какие-то доходы. Но главное, у меня доходы актерские, потому что я выступаю, завываю свои стишки, зрители приносим гонорар. В 79-м же в Израиле, насколько я знаю, были собраны, да, воедино первые галики, опубликованы в качестве книги стихотворения. Да, да, был сборник, да. И прошел зазор такой временной, сколько там до вашего отъезда, в 88-м лет, да? А перед публикацией сборника, ведь была история с какой-то публицистикой, такой околонаучной, исследованием мозга. Ну, я много писал научно-популярных книжек, да, вы меня просто спросили про стишки, но я, будучи инженером, стал писать научно-популярные книжки. Я написал книжку о биологической кибернетике «Третий тренверат», ее даже на японский перевели. Вот, потом я написал об исследовании мозга «Чудеса и трагедии черного ящика», потом я написал книгу о Бехтереве, о великом русском психиатре, а потом я занялся совершенно замечательной негритянской деятельностью, я писал романы за советских писателей. За? Ну, конечно, за, вместо под их фамилией. У меня товарищ такой был, он уже покойник в Царстве Небесное, Марк Моповский, он был очень известный советский писатель, он заключил договор на книгу о Николае Морозове, о революционере из народной воли, а в это время ему попался целый чемодан рукописи, дневников знаменитого такого хирурга, воина Ясенецкого. Он стал писать о воине Ясенецком, а мне это отдал как негру. При условии, что аванс получал он, гонорар получал я, но он не менял там ни буквы. Мы так договорились, потому что он мог поменять, я знал его характер. И книжка вышла, и он, вы знаете, как порядочно поступил, он пошел к директору издательства «Палет издат» и сказал, что я ему очень помогал, работал в архиве, и чтобы на обложке было два имени. Ему директор ответил гениально, он сказал, Марк Александрович, нам на обложке вот так хватит одного. А потом я написал книжку о Богореве, это по заказу моей тещи, она была занята чем-то другим, тещу я очень любил. Лидия Борисовна Лебединская такая писательница. Потом я написал полкнижки, но она так и не вышла, это «Покойный Гранин» мне заказал, но побоялся представлять ее издательство. Кстати, о пламенных революционерах вы тут заговорили, и я тут вычислил, что среди ваших недалеких предков Петр Рутенберг, СССР Бэйвик, как его называют, организатор убийства священника Гапона, можете об этом сказать? Он не организатор, там организатор была группа рабочих, которым он сообщил, Рутенберг, что Гапон уговаривал его за большие деньги стучать в департамент полиции, где он сам состоял на жаловании. Он это рассказал активным каким-то рабочим и пригласил их послушать из-за двери, как Гапонова будет уговаривать. Это было на даче в Комарове, по-моему. И они сказали, что если выяснится, что ты наврал, то мы тебя же, да, повесим. Выяснилось, что он не наврал, они с Гапоном поговорили, рабочие его повесили. Повесили они его на крюке в прихожей, который был заранее уже вбит. А моя бабушка мне рассказала, что это не крюк был, а большая вешалка для пальтоха. И тут я выяснил, что он был двоюродным братом моей бабушки. Подробностей больше я никаких не знаю о наших родственных связях. А каковы были первые ощущения от жизни на новом месте? Вы знаете, мальненька, вот я прежде всего, я вам расскажу, как я заплакал. Я заплакал еще в Вене, потому что это был 88-й год, и ни крошки продовольствия не было в российских, московских даже магазинах, не говоря уже о других. А в Вене я зашел в средних размеров мясную лавку, в которой был чудовищный выбор колбасы и всякого мяса. Я заплакал от унижения. Потому что я только что прилетел, где этого вообще вблизи не было. Второй раз я опять заплакал в той же Вене, потому что, знаете, у нас летело человек 250, и из них человек 200 ушли, чтобы улетать в Америку. А у нас осталось человек 50, которые ехали в Израиль. И вдруг подошел мужичонка, сказал, что будет все хорошо, сейчас мы будем грузить вещи. А потом мне говорит, губерман, пойдемте со мной, что он мне не знакомый. Для меня еще слово пойдемте звучало точно так же, как пройдемте. Поэтому я посмотрел на спины, она сохраняла полицию, уже были теракты. Он пошел по таким коридорчикам в Вене, он мне показался бесконечным, этот рапорт нынул в какую-то дверь. И я впервые в жизни оказался в западном баре. Знаете, бутылки стоят. Три бутылки опрокинутые из них, вот так вот, с краником. И я только отвел глаза, а он уже держал фужер с шампанским и сказал, наш общий друг Саша Окунь просил вас встретить именно таким образом. Тут я заплакал опять. А третий раз я заплакал, в общем, заплакал, когда попал в Израиль. Трудно было очень, конечно, трудно, потому что я без всякой специальности. Жена у меня филолог, сами понимаете, насколько это нужно в Израиле. Ну, жена мне бодро сказала, я пойду мыть подъезды, желательно аптеки, сказала она, потому что там чисто в аптеках. Вот, и так все, первые годы было тяжко довольно, да, года два, наверное. Но, вы знаете, все равно было изумительное ощущение, что ты дома, что нету здесь милиции, что забыто как бы ГБ и так далее. А когда это перестало быть только ощущением, вы поняли, что Иерусалим, Тель-Авив, это ваш дом. Это я сразу понял постепенно, сразу, более того, я, знаете, даже стал учиться на экскурсовода. Там была очень талантливая женщина, прикольница уже. Я у нее учился водить экскурсии и водил уже экскурсии даже. И как бы я там быстренько стал завсегдатой. Вы еще одно время работали на местном радио, я считал, где-то... Лет 10 я работал на радио, потом на телевидении я работал два года или три, а потом перешел на вольные хлеба. Дело в том, что, вы знаете, в Израиль, в маленькую, в общем, страну, приехало огромное количество интересных людей. Я уже не говорю, что талантливых, безумное количество. Отсюда в Израиле очень резкий скачок в высокой технологии, в медицине, невероятный скачок. Это все вот российские пришельцы. И мы интересных разных людей приглашали к нам в студию, и это было очень интересно. Вот вы говорите, Израиль быстро стал вашим домом. И Савок буквально через три года после вашего отъезда ведь рухнул. Соблазна возвращаться в новую Россию не возникало? Вот настолько вы крепко... Никогда. Вы знаете, во-первых, я не люблю слово «собок». Оно плохое слово. Вы не правы, что его упоминете. Советский Союз был великим образованием, чудовищным по своим, так сказать, деяниям, но это был не совок, это неправильно. Простите, я отвлекся. Вернуться назад не было никакого желания никогда. Я вообще думаю, что ностальгия – это придуманная штука. Ностальгию, вы знаете, придумали эмигранты из той царской России, которая была цветущей, огромной, действительно, мировой державой. С 13-го года вот как начинают все это вычислять по России. Огромной, цветущей державой, и ей представило огромное, настоящее, очень светлое будущее. Все это похитилось мгновенно, сами знаете, когда. А в чем было величие Советского Союза? Вот вы упомянули об этом. Вы знаете, во-первых, когда одурманены 300 миллионов человек, это очень много. Это вот такая вот держава. Во-вторых, это держава, которая все-таки уже обладала атомной бомбой, и всем угрожала, потому что вот так же, как сегодня, какой-нибудь сумасшедший, и он запросто, как этот самый в Северной Корее, и запросто кто-нибудь мог кинуть атомную бомбу. Вспомните Карибский кризис, вы так как раз только родились. Стояли ракеты, и совершенно было непонятно, будут они стрелять или нет, на Кубе. Тогда вот еще. Потом, вы знаете, огромное количество талантливых людей было в России, огромное, в Советской России. Они сейчас съехали. Уехало, вы знаете, я евреев не считаю, хотя среди них огромное количество талантов, но съехало полтора миллиона чисто русских людей. И это ведь все непростые люди. Это все инженеры, ученые талантливые, врачи. Я с ними встречаюсь, когда бываю в Америке, в Германии. Уехало безумное количество талантов. Сегодняшнее оскудение, сегодняшняя деградация, вполне очевидные, вы знаете, это не хуже меня, они связаны с тем, что уехало огромное количество людей. Ну, сначала Советский Союз убил огромное количество своих талантливых людей. Я имею в виду кулаков, аристократию, священников, кулаков, интеллигенцию. А потом вот второй раз уже просто разъехались. Ну, а вот те, кто остались, современные россияне, они чем-то отличаются от тех советских граждан? Произошла ли какая-то ментальная перестройка, безусловно, наверное, или вы этого, может быть, не замечаете? Вы знаете, я не доктор, но судя по реакции огромной части народа, ну, в частности, на Крым, на Украину, на Сирию, сильной ментальной перемены не произошло. То есть это те же одурманенные, но уже не 300 миллионов, а 140 миллионов? Уже одурманенные другим совершенно, уже одурманенные, знаете, чем? Комплексом величия державы, имперским каким-то этим самым. Я не могу это сформулировать. Ну, знаете, ну, все равно народное существует, народная какая-то мудрость подспудная. Мне, например, ужасно понравился фольклорное такое двустишее, когда Путин объявил о том, что в Сирии все закончено и войска выведены, появилась гениальная двустишая совершенно народная. А мой миллионок так чудил, то вводил, то выводил. Меня всегда очень радует вот это народное творчество, потому что оно признак жизненародной, вот, ума, ума народного. Собственно, как вас арестовали, как было в лагере, Дима Бондаренко, пользователь Ютьюба? В лагере? Это такое очень абстрактная формулировка вопроса. В лагере было замечательно, потому что я очень подружился с блатными, и мне было очень интересно. Я в лагере книжку написал большую, «Прогулки вокруг барака», так что я не зря там сидел. Многие вспоминают об этой книжке и говорят о том, что она их чуть ли не спасала. И много таких совершенно диферамбических высказываний в ваш адрес. Игорь, а что вы делаете, когда на душе скребут кошки, спрашивает наш слушатель Дмитрий Мизинцев? Ну, вы знаете, я обычно пью виски тогда. Это лучшее средство от душевной депрессии, меланхолии. Я пью виски, кофе, курю, больше никаких экстренных мер не принимаю. Тут вас спрашивали, что пить надо от Поклонской. Но здесь, я так понимаю, медикаментозное есть решение? Нет, вы знаете, Поклонскую надо лечить, потому что это, смотрите, это потрясающая штука. Из завоеванного, по-бандитски завоеванного Крыма выдернули жемчужину. И какую? Это же Поклонская оттуда. Это просто кошмар. Это чистый психиатрический случай. Я писал много о психиатрии, у меня много друзей, врачей, психиатров. Ну, чистопородные совершенно для исследования. Николая Кровавого нести бюст и не омироточат, это же кошмар просто. Ну, там было еще много чего. Вы сказали об комплексе неком имперском. Дмитрий Мезенцев спрашивает у вас, что этот комплекс, по-вашему, мешает России преодолеть? Вот эту вот имперскость, что необходимо сделать? Или... Я не знаю, мне кажется, что это чувство раба, у которого хозяин завоюет пространство соседнего князя. То есть это чисто рабское такое вот это самое, до сих пор еще существующее в натуре человека. Я детально и словесно это сформулировать не могу. Я не профессионал, и, кроме всего прочего, я непрерывно боюсь обидеть вас, слушателей и так далее, своими изысканиями на эту тему. Но, тем не менее, это нечто архетипически присутствующее в каждом живущей сегодняшней российской жизнью? Или это удел вот таких избранных, приходящих во власти, чувствующих ту самую там условную... Имперский вот этот комплекс? Да, да, да. Нет, это глубинно народный, глубинно. Вы знаете, части следователей полагают, что это так и тянется со времен Орды. Потому что во время Орды, ну, полное было рабство российских князей, в том числе, от чего они и предавали друг друга. Кто-то полагает, что это от этого, кто-то полагает, что это от советского времени. Чувство полной зависимости от власти. Вот полного отсутствия собственного достоинства человеческого. Нас слушатели Спенза, Алкит, интересуются, ну, это логичное продолжение после Поклонской и Николая Кровавого. Как вы относитесь к патриарху Кириллу, к РПСЭ, к ее роли, скорее, вот в современной России? Патриарху Кириллу? Патриарху Кириллу и к церкви возглавляемой. Как я могу относиться к господину Гундяеву, когда я знаю его кликуху по работе в КГБ? Его кликуха Михайлов, это все знают, это везде описано. Работал человек в КГБ. Сейчас трудно от него ожидать каких-нибудь перемен. Чем все ожидают? Но вот то, что он молчит и не вступается за Дмитриева, я возвращаюсь к этой теме, это уже преступление против Бога. Потому что Дмитриев помог тысячам людей, повторяю, так сказать, надеяться на возвращение в Царство Божие, потому что они похоронены теперь в человеческой могиле, студенты помогали Дмитриеву. Стоит крест православный, он просто не заступается за крестьян. Наш слушатель Владимир Ганшин из Санкт-Петербурга интересуется. Игорь Миронович, а как с желанием выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России? Передайте Ганшину, что я меньше дурак, чем ему кажусь. Вообще вот эта история политического участия, она вам как-то близка? Потому что, насколько я знаю, приехав в Израиль, вы довольно активно участвовали и в ряде избирательных кампаний. Я в двух участвовал, о чем безумно жалею. Да, я был полный идиот. Вообще, вы знаете, когда приезжаешь в свободную страну, вот одна из болезней приезда, это полная дезориентация в партийных вот этих всяких, кто правый, кто левый, за кого-то это самое. Сегодня я очень правый, просто вот правее меня только стенка. А был я очень левый и принимал участие в борьбе Нитаниягу с Бараком, на стороне Барака я был. Ну, правда, он, вы знаете, я с ним общался, ощущение дикого таланта. А как политик никудышный оказался, ну, кто же это мог знать. Так что я как дурак участвовал в этих кампаниях, действительно. А вот сегодня, глядя в Россию, вы видите какую-то правую альтернативу тому, что происходит на уровне официоза такого политического? Ну, вот, если так поставить вопрос в лоб, если не Путин, то кто? Вы знаете, я просто не знаю, что там происходит в этой схватке бульдогов под ковром, как Черчилль когда-то сказал, но нет, я просто не знаю. Будем вообще, наверное, несправедливы, если оставим наших слушателей без возможности услышать в вашем исполнении ваши знаменитые короткие четыре стишки. А, стишки почитать. Давайте. Сколько еще времени? У нас есть еще. Которые мне нравятся, поскольку я их написал после того, как мне исполнилось уже 80 лет. Уже мне 80 лет, а все грешу стихосложением. И хоть нисколько не поэт, но я мудак с воображением. Не вздрагивайте, слово мудак разрешил. Разрешено. Там даже было разъяснение от них. Старость, изумительные годы, кончены заботы и мытарства, полностью зависишь от погоды, от жены, потомства и лекарства. С утра я мерзость и дебил. И нет во мне добра. Я даже многие бы убил, если с утра. А везде, где льются песни наших лет былых российских, там незримо вьются песни композиторов еврейских. Диван подо мною. Один в тишине. Лежу и тоской себя мучаю. А пушкины строчки витают во мне, завяз воровать их по случаю. Гусаров любят в самом деле за их воинственные шпоры, хотя они грубы в постели и вытирают хер о шторы. Валит дым из моих ноздрей, пахнет водкой мое брюзжание, а кругом говорят евреи, это разум и воздержание. Я задержусь на этом глобусе и сочен буду, как оладушка, покуда юноша в автобусе не скажет мне «садитесь, бабушка». Пенза, уже писавший нам сообщение, интересуется. Как вам творчество Сергея Шнурова из группы «Ленинград»? Вы знаете, я его ни разу не слышал. Поскольку я очень хорошо отношусь к Невзорову и слушаю все его передачи, то поскольку он хвалит Шнура, то я вот к этому присоединяюсь. Игорь Губерман был гостем программы «Разбор полета». Ее провели Станислав Кричков, Андрей Ижов. Спасибо за вас большое, что пришли к нам. Спасибо вам, извините за компанию.